Так, друзья, сейчас посмотрим, что же у нас тут за завтрак такой. А, ну, пойдем, да, на лифте. Обычно на завтраке я стою сложно, но этот завтрак я пропустить не могу, потому что самый дорогой отель за все время моего путешествия. И не узнать, чем же здесь кормят, так вот. Такого я не могу сделать. Ну, естественно, вам показать, друзья, что же здесь происходит. Отель за 58 евро в сутки. И то это типа с какими-то там скидками, акциями, предложениями. Вот, ну, на данный момент, кроме вида на Средиземное море из балкона, с балкона, вот, ничего нового, ну, естественно. Вот, правда, еще пару фишек было отличительных. Это то, что есть шапочка для души, на голову надеваешь. Вот, вообще, просто эксклюзивная вещь, как раз сразу видно, что уровень поднимается. И пресс для брюк. Пресс для брюк вообще, просто... Которые не работают в брюк? Да, я всю жизнь мечтал ночевать в отеле, где есть пресс для брюк. Ну что, сейчас поглянем, что за завтрак у нас. Пресс для брюк. Так, нет, это все должно быть здесь. Пойдем все. Да. А, пойдем все. Давай вот здесь. Давай, давай. Сейчас посмотрим, что же предлагает нам отель за 58 евро. Хлебушек. Хлебушек нормальный. Хороший. Единственное, мне вот хлебушек вот этот нравится. Это уже хорошо. Но так он, перед этим, очень скудный завтрак. Обычно завтрак очень скудный. Как везде. Даже хуже, чем везде, я бы сказал. Везде я имею в виду. Где дешевле стоит. Так, вот это что такое интересное? Что-то это интересное, но я пока не знаю, что. В принципе, друзья, как вы видите, с завтраком тоже получилось не лучше, чем с другими вещами. Но, слава богу, что есть это. А, вот совочек тут есть. Колбасочки. Штучки. Что-то. Какие дела? Ну что ж, пока выключаюсь. Смотрите, анзор ТВ. Возможно, какой-нибудь сюрприз будет. Вот, может, лобстер шампанский принесут. Пока, все.